ВОЛКОВЫ Сегодня что-то наподобие скорой помощи. Такая была захудышка. Приходилось останавливаться у людей где-то, чтобы передохнуть. Так женщины бывали, сложив руки. Люци, куда вы таскаете, отсюда ты? И белья мамки сидите. Мне обидно было, что ко мне так относятся. А таскала наравне со всем. Ножки переплетаются. Изо всех сил сожгу руки. И несу на носилках, на плаш-палатке. Сталинград, Курск, затем Беларусь, Польша, Германия. Днями и ночами она спасала раненых на передовых. Спасалась и сама. Бомба была, наверное, крупнокалиберная. Все это разрушилось и завалило нас. И меня привалило. Я погибала совсем. Рядом какой-то мужчина, солдат. Солдат стал через какой-то миг продвигаться из-под забалов. Когда он начал двигаться, я машинально погибающее, соломинку хватает. Вот так я ухватил за полу его шинели. И он меня вывалил. После восстановления снова в помощь нуждающимся и так до самой победы. Ее Лидия Кондратьевна встретила вместе с боевыми подругами у Рейхстага. Свидетель тому фотография, которая спустя 76 лет покорно хранит историю ее военных лет. В архивах июнь 44-го знаковый для Беларуси. 1944 год в истории Великой Отечественной войны стал годом решающих побед. В этот период Красная Армия провела 10 успешных стратегических операций. Или, как их еще называют, 10 сталинских ударов. Пятым и самым масштабным стал белорусский. После победы на Западе мы найдем решение и на Востоке. Вслед за Гитлером эти слова повторяли его генералы. То, что советское командование готовит крупнейшее наступление в Беларуси, для немцев стало полной неожиданностью. Подготовка операции тщательно скрывалась Красной Армией в период с апреля по июнь 1944 года. На белорусском направлении был введен режим полного радиомолчания. Подготовка маскировалась ложными перемещениями войск. До этого времени ни разу не проводилось такой массовой постройки фанерных танков, самолетов, искусственных аэродромов. Командование вермахта было уверено, что Красная Армия стягивает силу на Украину, чтобы продолжить уже начатое наступление в сторону Карпат. Все было наоборот. Оттуда по ночам в Беларусь шла переброска сил и средств. Советское руководство создавало впечатление, что там будет наступление. На Украине, да, что вот в район туда, в сторону любого Люблина и далее на территорию Польши, и в сторону Германии будет идти. Немцы все-таки представляли, информация им поступала, но присутствие само вот такое количество танковых армий на том направлении, оно само за себя говорит. О масштабе операции «Багратион» говорит состав советских войск без малого 2,5 миллиона силы 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронта, а также 1-го Прибалтийского против полумиллионной немецкой группы армий «Центр». Худшее для вермахта соотношение было в орудиях, танках и самолетах. К началу операции истребителей было всего 60. Советское командование готовило удар по белорусскому балкону. Для немцев он был своеобразным буфером между Польшей и Восточной Пруссией. Отсюда же можно было нанести удар по Москве. Первый этап наступления включал в себя сразу несколько операций. Был освобожден Битебск, Орша, Могилев. А вот операция «Бобруйский котел» и сегодня в памяти у Виктора Костко. 15 лет его приняли в 538-й партизанский отряд Кировской бригады. Ходил в разведку к железной дороге, где стоял фашистский гарнизон. Всячески вредил оккупантам. Залезал на столбы, перерезал линии передачи. 26 июня вместе с другими партизанами в составе Красной армии Виктор Федорович освобождал Бобруйск. Командующий знал, что немцы будут прорыв делать. И надо было в это время оборону какую-то держать. Каждый должен вырыть себе траншейку, не окопчик. И вот он сам после ранения с палочкой ходил. Если кто плохо вырыл, над бруслером его там, значит, тело движется, он, значит, этой палочкой. Ты что, говорит, хочешь, чтоб тебе... Ну, давай трудись. Так тут камень, там каменная земля, ничего. Лучше зубами, говоришь, чем потом быть раненым. 29 июня город очистили от гитлеровцев. 9-я полевая армия вермахта была полностью уничтожена. Немцы потеряли более 70 тысяч солдат и офицеров. Дорога на Минск была свободна. Курганслава и сегодня один из главных военных мемориалов Беларуси. В 1944 году на этом месте, в так называемый Минский котел, попала 105-тысячная группировка немецких войск. 5 июля из котла была отправлена последняя радиограмма командованию армии «Центр». Сбросьте с самолета хотя бы карты местности, или вы нас уже списали. На что ответа так и не последовало. Затем начался второй этап операции «Багратион» – наступление Красной армии на Вильнюсском, Гродненском, Бресском и Шауляйском направлениях. Успех белорусской операции позволил нанести новые мощные удары по немецким войскам в Прибалтике, Польше и Восточной Пруссии. Одна из причин того, что немцы понесли такое поражение в результате первых дней наступления, это было то, что Гитлер отдал приказ, без его приказа не отступать ни на шаг. То есть командующие были связаны, на местах было много, то есть повторилась ситуация, та, которая была в 1941 году для нашего руководства, для наших армий, которые оказались в белостокском мешке. Результаты Красной армии были грандиозные, но западные союзники сомневались в их правдивости. Тогда, 17 июля 1944 года, в Москве состоялся марш пленных немцев. По улицам города строим провели 57 тысяч гитлеровцев во главе с их военачальниками. Белорусская наступательная операция продолжалась 68 суток. Разгром мощнейшей группировки вермахта стал возможным благодаря мужеству, стойкости и героизму сотен тысяч советских воинов и белорусских партизан. Маргарита Науменко, Иван Боровой, Александр Кривецкий, Илья Валюк. Контуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова